Комфортность и скорость предоставления государственных услуг. По итогам прошлого года в Росреестр по Самарской области поступило 46% документов по регистрации недвижимости в электронном виде. Это в два раза больше, чем по итогам 2020. А за пять месяцев этого года доля электронных документов превысила 50%. Это порядка 400 тысяч заявлений, поданных онлайн. Активно пользуются электронными услугами Росреестра органы власти и местного самоуправления, нотариусы и юридические лица, кредитные организации, компании-застройщиков. Ну и, конечно, физические лица, ведь электронный способ часто помогает сэкономить время и средства. Целями и задачами продвижениями на электронных услуг является максимальное облегчение упрощения процедур, в данном случае государственных процедур, связанных с регистрацией недвижимости. Навстречу гражданам и юридическим лицам все это делается для ускорения сроков регистрации, для упрощения именно самой процедуры, исключения таких вариантов, как стояние в очереди, хождение по каким-то инстанциям дополнительно. Там, где экономится время, там экономятся и средства. Например, еще недавно получение выписки из Росреестра происходило за оплату и ждать приходилось до пяти рабочих дней. Теперь эту информацию можно получить онлайн и бесплатно. У физических лиц с наибольшим спросом пользуются сделки по регистрации недвижимости, купли-продажи, заключению договоров долевого участия и предоставлении информации из ЕГРН. При этом получить доступ в личном кабинете на сайте Росреестра просто. Надо всего лишь быть зарегистрированным на госуслугах, на портале госуслуг, и вход в личный кабинет происходит с помощью амотификации, идентификации по логину и паролю от госуслуг. При входе уже в личный кабинет, как собственник, вы можете наблюдать все свои объекты недвижимости, которые за вами зарегистрированы, и более того, получить по ним какую-либо информацию, соответственно, также в режиме онлайн, и в случае каких-то сделок получать уведомления по ним. С каждым годом все больше жителей региона предпочитает оформлять документы самостоятельно. Это не только люди молодого и среднего возраста, но и пожилые граждане. Сегодня жители и гости региона могут подавать документы в электронном виде на площадке МФЦ. При необходимости заявителю прямо в многофункциональном центре изготовит электронно-цифровую подпись, а также объясняет последовательность подачи документов. Светлана Кудрявцева, События.